Гигантопитек. Факты о вымерших гигантах-приматах. Посмотрим. Доисторический лесной великан. Если рассуждать здраво, то именно это существо идеально подходит на роль снежного человека или йети, который в последнее время все чаще проявляет себя. С каждым годом останков находится все больше, а технический процесс помогает более детально восстановить внешний вид. Ученые провели неимоверную работу. Кое-что все же удалось накопать в прямом смысле. Удачная покупка. Ох уж эти китайцы. Все-то они умеют продавать. Даже зубок гигантопитека. Если бы не гулял немецкий палеонтолог по гонконговским магазинам, то продали бы бивень самой древней обезьяны под видом такого же почившего в прахе веков дракона. Однако палеонтолога заинтриговало интересное строение столь примечательной части тела, и он ее выкупил, исследовал и постановил. Зуб принадлежит очень древней и очень большой обезьяне. А чуть позже была найдена в недрах земли и челюсть древнего животного, и даже часть ключицы. Лесной интеллектуал. Судя по исследованиям, мозг у этого животного в несколько раз превышает объемы серого вещества у рядового современного человека. А теперь к этому моменту добавляем размеры гигантопитека. Три метра красоты плюс вес под одну тонну. Как думаете, примат понимал, что у него нет естественных врагов? Скорее всего, да. Иначе попросту невозможно объяснить их вымирание. Парадокс, конечно, но получается, что вымер вид от большого ума. Кстати, рядом со станками гигантопитеков нередко находили кости других животных. Возможно, конечно, что большой обезьян просто отмахивался от доисторических панд в борьбе за пищу. Он же ужасный бармалей. Примат питался вовсе не нашими предками. Судя по стертости отдельных элементов челюсти, ученые пришли к выводу, что гигантопитек уважал жесткую растительную пищу. Не бананы, конечно, как мы все привыкли думать, но бамбук и другие жесткие деревья подходят идеально. И снова интересная гипотеза об их вымирании. Похолодание, гибель флоры и, как следствие, вымирание гигантопитека. Нечем было питаться. Нечем. В пещерах, где ожидали своего часа челюсти древнего примата, нередко обнаруживали сдачу от большого количества парнокопытных. Вот и думай теперь, чем питался древний обезьян. Двуногий или четырехногий. Вокруг этого вопроса ученые плясали очень долго. Исследователи, вычисляя рост гигантопитека, ориентировались на прямо стоячего примата. Но если учитывать его вес, то получалось, что долго находиться в таком положении он попросту не мог. Пуза, знаете ли, к земле притягивала. В том, что древний примат регулярно вставал на две лапы, сомнений нет. Доказательством этому стало пристальное изучение фрагмента ключицы. Он же трудолюбивый великан. Территория, где находились фрагменты и запчасти древней гориллы, довольно ограничена. Ареал невелик. Китай, Индия и Вьетнам. Отсюда вполне закономерный вывод. Гигантопитек очень любил теплые края. Поэтому версия с предком снежного человека медленно угасала. Не перелетная же птичка, в конце концов, а трехметровый обезьян. Хотя мало ли, вдруг из-за недостатка еды примат переехал в более прохладные края, а уже там эволюционировал. Как считаете? На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам было интересным. Но не забываем ставить лайки, подписываемся на наш канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Всем пока!